Это наша бородатая Агама. Ей два годика. Я ее ласково называю Жучка, а муж зовет Нагайной. Сейчас бородатая Агама мирно покоится на плече у хозяйки и может сложиться ложное убеждение, что питомец ну очень спокойный. Однако это не так. Виктория говорит, что ящерица как котенок может носиться по комнате или залезть в шкаф и спрятаться среди вещей. А вот рацион у Жучки особенный. Она очень неприхотливая, но вот наша, например, именно любит есть огурчики, сверчков, червячков. Ну, в основном огурцы она ест. Она ест нечасто, ну, раз в три-четыре дня может так покушать. И, ну, буквально там маленький кусочек огурчика или несколько сверчков. Бородатую Агаму Виктория с мужем выбрала не случайно. Девушка аллергик, поэтому о кошках и собаках и речи быть не могло. А тут под Новый год увидели у друзей ящерицу. Те предложили, мол, возьмите себе, если приживется, то оставите. И вот уже восьмой месяц Агама живет на новом месте. Здесь у нас три лампы. Одна лампа, ну, как дневной свет, одна дает тепло, и другая ультрафиолет. Ну, типа вместо солнца. И холодная зона, здесь у нас водичка. Если, ну, там она замерзнет, она сидит в теплой зоне, там камень нагревается. Либо, если хочет охладиться, она ныряет здесь, плавает в водичке, охлаждается. Ящерицу не просто так зовут бородатой. Когда она злится, у нее буквально появляется борода. Хозяева говорят, зрелище страшное. А вот то, чего о бородатой Агаме из интернета не узнаешь, так это тот факт, что любит ящер наблюдать за людьми. Изучает хозяев, пока те смотрят телевизор. И, наверное, что-то замышляет. Расширять количество домашних питомцев у семьи планов пока нет. Бородатых Агам держат минимум по трое. Да и террариум нужен в несколько раз больше. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.